Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 28 числа начался Рождественский пост. Вот сколько он продлится и в чем его отличие от других постов? Рождественский пост – один из многодневных постов Православной Церкви. Длится он 40 дней до Рождества Христова, который мы отмечаем 7 января. Рождественский пост, хоть и продолжительный, но в отношении пищи менее строгий, чем, скажем, Великие или Успенские посты. Разрешается вкушение рыбы и вообще он более снисходительный, если можно так выразиться. Собственно говоря, назначение любого поста – подготовить человека к какому-то событию, в данном случае к Рождеству Христову. Подготовить его внутренне, помогая ему избавиться от каких-то немощей, страстей, от всего того, что человек от Бога отдаляет, и помочь ему в приобретении добродетелей. Поскольку пост – это некий такой элемент самовоспитания человека и жертвы, которые он приносит Богу. Собственно говоря, вообще вся духовная жизнь описывается одним очень таким простым выражением – очень хочу, но не буду. Не то, что мне нельзя, не то, что вот это опасно, не то, что… Не буду. Ради Бога. Конечно, Богу нет дел до того, что мы с вами кушаем. Съели мы сегодня рыбу или колбасу или капустный лист. Богу это совершенно безразлично. Но вот для нас с вами пост – это то, что помогает нам воспитывать себя и изменять себя, вот как это ни странно, путем абсолютно внешнего такого воздействия, изменять и свою внутреннюю жизнь. Если, конечно, к посту физическому, к посту гастрономическому не присоединяется молитва, добрые дела, память о людях, которые нас окружают, попытка избавиться от зависти, гнева, осуждения, вообще всего того, что мешает человеку в его христианской жизни, то, конечно, бесполезно. Есть масса вегетарианцев, которые всю жизнь едят мясную пищу или там пищу животного происхождения, но они, конечно, не постятся и никакого отношения к вере в церковному христианству не имеют. Поэтому пост у христиан должен проходить в таком собранном, внимательном состоянии, когда человек постится не только гастрономически в отношении пищи, но и во всех остальных отношениях, в том числе и в духовном отношении. Ну и, конечно, пост – это время, когда нужно как можно больше сосредоточиться, как можно меньше заниматься всякими рассеивающими нас делами. Ведь мы об этом как-то не задумываемся, но очень большое количество своего времени мы проводим в какой-то бесполезной суете и развлечениях. Это как телевизор, который играет, работает всю дорогу в течение целых суток, неважно, там в кабинете у человека или дома у него, или на кухне, становясь каким-то фоном. Вот таким фоном для нас стало развлечение. Мы уже не можем выдержать долгое время в одиночестве, наедине с самими собой, это для нас становится сложно. А пост – это время, когда нужно жить именно так. Вообще всегда нужно жить именно так, но пост – это время, когда мы заново учимся тому, чего мы забыли. И, конечно, тогда, если во время поста мы сможем как-то совмещать все это, тогда этот пост будет небесплоден. И мы действительно, несколько изменившись внутренне, сможем подойти к этому великому празднику Рождества Христова и по-настоящему его прочувствовать, понять и получить определенный плод, духовный плод. Еще этот пост называют Филиппов пост. Почему? Очень просто, потому что первый день этого поста – память апостола Филиппа. Какие ошибки допускают постящиеся? Во-первых, для значительного количества людей все-таки пост – это, если они его соблюдают. То есть огромное количество вообще не соблюдают никаких постов, и это главная ошибка. Вторая ошибка касается тех, кто пост соблюдают. Они, соблюдая пост в той или иной мере, кто-то более строго, кто-то менее строго, забывают о внутренней духовной составляющей поста, о которой мы только что говорили. Потому что если человек, допустим, постится гастрономически, но при этом может обругать кого-то, завидовать кому-то, переносить какие-то сплетни, ой, ты слышала, что вот такая-то или вот такой-то, да, сказал, сделал или что-то в этом роде. Конечно, это бесполезно. То поста, на самом деле, того, о котором говорит церковь, у этого человека нет. Поэтому нужно, конечно, вот соблюдать все вместе. Еще одна ошибка распространенная. Когда человек смотрит на устав о посте, его публикуют у нас и в интернете, и в наших каких-то церковных СМИ, он видит там совершенно жуткие вещи, там, сухоедение, там, без масла, с маслом, еще что-то. Это одна из наших больших проблем. Дело в том, что у нас нет устава о посте для обычных людей, живущих в современных городах и селах. Тот устав, который мы публикуем, это устав древних, восточных, в основном палестинских и египетских монастырей, когда люди были действительно очень аскетически настроены, и они не просто постились, а постились очень серьезно. Мы, конечно, так поститься не можем, поэтому обычно всегда какие-то послабления человек делает, или сам, или советуясь духовником. Лучше, конечно, советоваться со священником, у которого ты исповедуешься. И здесь один такой принцип. Мы боремся не со своим телом, а со своими страстями. Мы, опять же, стараемся их как-то умертвить и стараемся их сделать так, чтобы они не владели нами. И для этого нужен пост. Но не для того, чтобы потерять здоровье, испортить желудок и так далее. Вот в этом году, поскольку мы живем в особых условиях, и многие, те, кто раньше постился без опасения, кое-кто переболел, да, говорят, опасаются, что вот этот недостаток белка может им только навредить. Вы знаете, вот несмотря на то, что у нас с древних времен сохранились такие строгие правила постной жизни, постного стола, тем не менее, тоже с древних времен оттуда же сохранились еще целый ряд правил, которые облегчают пост для целого ряда категорий населения, если говорить современным языком. Пост полностью отменяется для беременных и кормящих мам. Пост смягчается или полностью отменяется для больных, ну и, соответственно, для тех, кто только что переболел и сейчас восстанавливается. Ну и так, пост отменяется для военнослужащих, пост отменяется или прерывается для путешествующих и так далее. Поэтому здесь очень большая вариативность, и ни в коем случае, конечно, человек, болеющий или только что выходящий из болезни, он не должен поститься, потому что болезнь в данном случае ему заменяет терпеливое и покорное воле Божией перенесение болезни, оно заменяет любой пост. Ну, поскольку пост имеет в виду и духовную составляющую, наверное, вот это не отменяет. Это не отменяется, это обязательно должно быть. Но видите, в чем дело, и какая-то гастрономическая составляющая тоже может быть. Ну, допустим, человек отказывается от каких-то дней, от мясной пищи, да, при этом оставляет молочную. Или тут, знаете, очень важно, чтобы вот сам факт вот этой вот жертвы, от какого-то отказа, он был. А от чего вы откажетесь? Ну, это зависит от вашего состояния, от условий, в которых вы находитесь. То есть, все равно какое-то вот утеснение самого себя, какая-то аскеза все равно должна иметь место быть. Ну, конечно, если ты не лежачий больной, там уже все отменяется, да. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания. До свидания. 6 декабря в день памяти благоверного великого князя Александра Невского митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в Александр-Невском храме Ульяновска. В этот день храм отмечает престольное торжество. В дни праздников эта церковь уже с трудом умещает всех приходящих на службу. По человеческому рассуждению сейчас, конечно, в эти дни, в наше время, не самое подходящее для того, чтобы начинать строительство, тем более большое строительство. Но будем надеяться, что Господь поможет, а святой князь помолится тоже за то, чтобы храм в его честь стоял бы здесь в городе. По завершению божественной литургии во главе с митрополитом Лонгином, духовенство, прихожане и многочисленные гости торжества отправились на место освящения будущего нового каменного храма во имя святого Александра Невского. На освящении присутствовали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Рябухин, благотворители и прихожане. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я прошу всех вас, дорогие братья и сестры, молитесь, крепко молитесь, чтобы Господь помог и чтобы храм здесь был все-таки построен и стоял на этом месте, украшая город и напоминая нам о подвиге великого защитника и заступника русской земли, святого князя Александра Невского. Дай Бог, чтобы это сбылось. В далеком прошлом Симбирский был храм-памятник воинам, погибшим в войне 1812 года. В соборе хранилась большая памятная книга с именами симбирян, погибших в войне с Наполеоном. Освященный в 1841 году Троицкий собор имел левый предел в честь святого благоверного князя Александра Невского. В феврале 1934 года городской совет принял решение о сносе собора, и он был уничтожен. С 2005 года инициативная группа ходатайствовала о строительстве храма в Засвияжском районе. По благословению архиепископа Симбирского и Меликесского Прокла в 2007 году начались проектные работы и был определен земельный участок под строительство. Однако средств не хватало, и приходским советом было принято решение построить временный деревянный храм. При нем сложилась приходская община. На территории Симбирской гимназии Дар состоялось торжественное открытие и освящение памятника святому благоверному великому князю Александру Невскому. Совсем недавно, в 2008 году, состоялся опрос общественного мнения, «Кто является символом прошлого тысячелетия?» Среди 500 политиков и выдающихся деятелей земли русской безоговорочно лидировало имя Александра Невского. Фигура святого князя-полководца – одна из важнейших опорных точек национального самосознания. Память о деятельности и подвигах князя – неотъемлемая часть культурного и военно-исторического наследия России. Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военно-начальник, но и как прозорливый и мудрый политик-дипломат. Но сейчас нам сама судьба предоставила великолепный подарок – стоять рядом с монументом великому сыну земли русской – Александру Невскому. И, несомненно, конечно, мы отдаем себе отчет о том, что его фигура поистине значима для нашей страны. Чтобы вы представляли себе, в России 1252 храма Александра Невского, уже существующих. И за 30 лет новой России построено более 150 храмов Александра Невского. Это знаменательнейший день. По указу президента Российской Федерации Владимира Путина, в 2021 году вся страна будет отмечать 800-летие со дня рождения Великого Святого. В Симбирской митрополии подготовлено ряд мероприятий в честь юбилейной даты. В гимназии ДАР состоялось заседание Оргкомитета этого празднования. В ходе совещания были разработаны планы дальнейшей работы. В числе прочего, губернатором Сергеем Морозовым были поставлены задачи ряду министерств по подготовке необходимой документации и проектированию архитектурного ансамбля площади Александра Невского. В памяти святого Александра Невского в этом году посвящены также 29-е международные рождественские образовательные чтения. Александр Невский – один из наиболее выдающихся государственных деятелей России и остается таким на протяжении уже многих столетий. Он человек, благодаря которому разрозненные русские земли, русские княжества со временем превратились в то мощное государство, наследниками которого мы с вами являемся сегодня. И поэтому, конечно, роль Александра Невского, как, впрочем, и многих других русских князей, собирателей русских земель, очень велика. И память о них должна, благодарная память о них должна сохраняться в нашем народе всегда, до тех пор, пока существует народ и страна. И Александр Невский представляет собой такую вот уникальную фигуру, уникальную именно с точки зрения своей многостаночности, если можно так выразиться. Это человек, который одновременно и государственный деятель, и воитель, защитник земли русской, и святой. Поэтому это тот удачный образ, который консолидирует в данном случае государство и церковь. 7 декабря в Большом зале областного дворца творчества детей и молодежи состоялось пленарное заседание чтений. Основная задача этого церковно-общественного форума – изучение и обсуждение тем, связанных с духовным наследием, духовной культурой и историей нашего Отечества, осмыслений современной жизни, православной церкви, христианства в современном мире. В центре его внимания – сферы образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. На пленарном заседании были вручены грамоты и благодарственные письма губернатора Ульяновской области и митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина, педагогам, потрудившимся в сфере духовно-нравственного просвещения. Участники пленарного заседания в своих выступлениях определили значимость личности святого Александра Невского. Благоверный князь не должен оставаться в нашем сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его образ актуален для России сегодня, спустя восемь веков. Вся духовная, государственная, политическая и международная деятельность Александра Невского определялась его искренней любовью к своему народу и преданностью православной вере. Алексей Волжин, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте! К нам поступил очередной вопрос о духовной войне или духовной брани. Что это такое? Кто и с кем ее ведет? Относится ли это понятие к обычным людям или же только к священникам? Как вести ее правильно? Можно ли выиграть ее в принципе или же она будет длиться всю человеческую жизнь? Прежде всего, нужно ясно понимать, что, по слову апостола Павла, наша брань, то есть борьба, война, не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. То есть христиане призваны сражаться и бороться не с иноверцами, не с инакомыслящими, не с оппонентами любого толка, а бороться со злом инфернальной, нечеловеческой природы, противостоять злу, которое гнездится в нас самих, его искоренять, ему противостоять и с ним сражаться. Как тут не вспомнить замечательные слова Федора Достоевского из его романа «Братья Карамазовы», слова знаменитые и часто цитируемые «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей». И действительно, в христианской аскетике борьба со злом понимается в первую очередь как борьба с собственными недостатками, с своими дурными чертами, со своими вредными привычками и со всем тем, что портит меня самого, мир вокруг меня и отношения с людьми и с Богом. Безусловно, к этой духовной брани, духовной борьбе, призваны не только священнослужители, не только монахи, но и все христиане, все те, кто отважились назваться учениками и подражателями христовыми. И борьба эта ведется действительно на протяжении всей человеческой жизни, то ослабевая, то усиливаясь. «Поражения в ней подчас бывают очень ощутимы и болезненны, если не самим человеком, то его ближними, а успехи чаще всего не очевидны». И, наверное, успехи в этой духовной борьбе откроются всему миру только лишь в конце времен на страшном суде. Или же, если святость человека настолько будет очевидной, что его прославят в лике святых, и к нему уже другие христиане других веков и других поколений будут обращать свои молитвы. Вкратце, в нескольких словах, в блиц-формате сказать о тонкостях, способах и оружии в этой духовной борьбе сказать очень сложно. И я, наверное, не смогу. Но за меня, пожалуй, скажет замечательная цитата одного из великих святых древности, святителя Иоанна Златоуста. Он писал «В том и состоит вся брань души, то есть душевная борьба, чтобы не удалить ум от Бога, не останавливаться и не соглашаться с нечистыми помыслами и не обращать внимания на то, что изображает в сердце этот достойный всякого порицания древний живописец-дьявол». Подробнее и глубже о вопросах христианской борьбы со злом и исправлении себя вы можете найти множество замечательных ответов для себя в таких хрестоматийных сочинениях, как, например, «Душеполезное поучение Аввы Дорофея». Эту книгу я особенно рекомендую любителям древности и тем, кто не боится настоящего мозгового штурма, серьезных интеллектуальных усилий. Те, кто предпочитают более простой, современный язык и разговорную речь, может быть, найдут для себя, или даже наверняка найдут для себя много ценного в словах преподобного Паисия Святогорца. Например, третий том его слов так и называется «Духовная борьба». И, наконец, любителям пусть и серьезной, но все-таки художественной литературы я бы рекомендовал замечательное сочинение религиозного философа Клайва Льюиса «Письма Баламута». Русская Православная Церковь отметила последний в этом году двунадесятый праздник – ведение во храм Пресвятой Богородицы. В честь этого события в Индинском Богородице-Рождественском соборе праздничную литургию возглавил епископ Барышский Индинский Филарец. Малиновый край встретил Владыку Филарета морозным утром. Начало богослужения на градусниках было почти минус 30. Людей в храме немного. Все они в средствах индивидуальной защиты. Стоят на положенном расстоянии друг от друга. Значит, многие верующие прислушались к советам и благоразумно воздержались от похода в храм. Молятся в этот праздничный день дома, в кругу своей семьи. Благодаря Господу нашему Иисусу Христа и любовь Бога и отца, и причастия к стакану будет со всеми. Аминь. Для собора Рождества Пресвятой Богородицы видение как второй престольный праздник. Он и в хронологическом, и в календарном порядке идет сразу после первого Рождества Дьего Марии. Видение – один из наиболее важных этапов земной жизни Царицы Небесной. События относят нас в 30-е годы до нашей эры. По преданию, у уже пожилой иерусалимской четы Иоакима и Анны не было детей. Они усердно молились, чтобы Господь послал им ребенка. Взамен праведные родители Богородицы пообещали отдать малыша на воспитание в храм. Их мольбы были услышаны, и на свет появилась Дева Мария. Во исполнение обета, когда малышка немного подросла, привели в Иерусалимский храм, где будущую Богородицу встретил первосвященник Захария и сопроводил в Цветая Святых. С этого момента началось служение Марии Господу. Она проводила все время, пока не обручилась с Иосифом в храме в молитвах и трудах. Всех вас сердечно поздравляю с праздником, с этим дневным праздником, который называется День День Пресвятой Богородицы нашей Богородицы. Храм Господа Иерусалима, который сейчас находится. В этот храм, это был храм Второй, Пресвятую Деву привели ее родители. Так как Пресвятая Мария, как мы знаем, родилась в Победовании. Этим промыслом Божем было так вот предусмотрено, что кивот завета, это Пресвятая Дева, которая пришла в храм, стала той святая святых, через которую Бог пришел сюда к нам. Кстати, мы сегодня празднуем, что мы сразу празднуем. Пресвятая Дева зашла в храм Господу, чтобы послужить великой тайне, великой тайне для нас на достижение неумол, даже и сердцем непонятно, что она пришла в служитель Бога Вопрощения. И вот сегодня праздничный, праздничный, праздничный период, и так как раз и говорится, и всем Христа предпосвящаясь. То есть Матерь Бога любилась, и всем Христа предпосвящаясь. И Святая Дева как раз послужила тем, кто в Китайский. Поэтому это великое событие. Могло есть, Господь Богу, конечно, могло. Могли так и повести, могли не повести, ничего, ничего. Во всяком случае. Но, еще раз посмотрю, родители святые Якина и Иоанна, в эти годы, я считаю, она у них была очень в каком-то возрасте. Ее привели в храм Господь и отдали в Господь. Ну, чтобы было понятно, что при храме, который сейчас нет, у них были такие вокруг храма людей, где жили себя посвятившие Богу. Вот. Вот. Был такой обет на зарество. Владыка также отметил, что в нашей сегодняшней реальности пример честности и жертвенности праведных родителей Богородицы как никогда актуален. Уж слишком часто мы стали забывать об обещаниях, которые даем не только друг другу, но и Господу. Дмитрий Гурин. Видеостудия Барышской епархии. Специально для программы «Вопросы о религии». Редактор субтитров Д.Жукова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Леонид Рима Корректор А.Кулакова